всем привет меня зовут чайгана как давно это не делал всем привет меня зовут чайгана и в этом виде я хочу сделать свой ежедневный макияж обычно я макияж делаю именно таким образом у меня будет ограниченный набор косметики потому что я в поездке на три дня и я взяла с собой только самое необходимое это яркая косметичка от клиник сюда я засунула все что мне нужно уходовая косметика у меня находится в таком мешочке это набор от shiseido здесь находится лосьон и пенка для умывания я только что умылась этой пенкой также в этом наборе есть такие необычные маски на эти таблетки нужно накапать лосьон чтобы ткань взбухла и можно было нанести маску на лицо самое первое я нанесу лосьон на лицо в качестве зеркала буду пользоваться своей палеткой urban decay это моя самая любимая палетка теней я всегда начинаю макияж с глаз знаю что многие начинают с лица мне кажется что нету особо правил что первее нужно делать например когда наносишь тени они могут осыпаться и тогда лицо лучше делать в последнюю очередь тушь у меня vivienne sabo cabare у них самые лучшие туши по соответствию цена-качество очень недорогие но в то же время делают свою работу на отлично я прокрасила верхние ресницы и то же самое сделаю с нижними недавно я нашла накладные ресницы которые очень похожи на настоящие это как будто настоящие плюс длина я радостно пользовалась ими четыре дня на 5 раз у меня уже не получилось их приклеить они склеили если не считать то что ими можно пользоваться только 45 раз это были идеальные ресницы наверное я их куплю еще не раз запись полтора дрова амда вдруг остановилась полтора дрова спасибо сейчас я нанесу увлажняющий крем на лицо чтобы он успел впитаться перед тем как я нанесу тональный крем это крем hydra memory крем джелл я им пользуюсь совсем недавно то есть он у меня лежал и я его взяла с собой потому что у него такой миниатюрный размер обычно я пользуюсь таким жирным кремом от вперед и эта жирность не не совсем нравится я хочу после того как он закончится приобрести более гелевый крем потому что мне нравится гелевые текстуры тем что они впитываются очень быстро вокруг глаз я нанесу крем клиник тоже такая миниатюрка удобная для поездок иногда кажется что зачем эти миниатюрки нужны кремы и так занимают мало места но когда их много то это получается уже много места поэтому миниатюрки очень очень удобны обычно после глаз я берусь за брови и это у меня maybelline tattoo brow я пользуюсь щеточкой которая шла с этой помадкой просто прохожусь по направлению роста волосков чтобы тени лучше держались на веке я пользуюсь базой для век от art deco у него такая кремовая текстура с блестками с шиммером но этот шиммер не особо заметен будет потом я думаю можно использовать любую базу под тени мне кажется у всех производителей они плюс-минус похожи пользоваться я буду двумя палетками это первая urban decay здесь в основном шиммерные цвета но я пользуюсь этими тремя цветами которые не являются шиммерными они матовые вторая палетка от make up revolution здесь яркие цвета идут но я пользуюсь в основном вот этими блестящими тенями потому что они не настолько шиммерные яркие как у urban decay они просто дают именно блестки я начинаю наносить по всему веку этот цвет называется antidote матовый светлый персиковый цвет который у меня заканчивается почти как вы видите делаю самую обычную растушевку идя чуть в угол потом беру цвет который похож на коричнево-красный бронзовый в этой палетке он называется hexed мне кажется он везде есть во всех палетках которые имеют нюдовые цвета и начинаю делать линию толстую также двигаясь к внешнему краю стараюсь хорошо растушевывать границу между двумя цветами чтобы не было ярких таких линий я уехал давай удачи доски кажется это персон прокрашиваю этим цветом нижние веки потом беру самый темный цвет из этой палетки он не такой темный как черные тени или коричневые тени даже поэтому можно не волноваться за то что можно переборщить и сделать слишком вечерний образ его главным образом я наношу на уголок уже не по всему веку как остальные тени почти каждый день я делаю стрелки сегодня я их сделаю таким тату лайнером от мэйбелли он очень мягкий и имеет небольшой шиммер стрелку я всегда делаю до середины глаза то есть отсюда до конца настолько длинную насколько мне хочется иногда хочется небольшую стрелку иногда прямо длинную толщину также можно регулировать пока риски удачи неважно сколько лет я рисую стрелки всегда есть вероятность сделать их непохожими поэтому нужно взять время и не торопиться и и обычно я второй раз прохожусь тушью по ресницам потому что в процессе нанесения теней они становятся коричневыми так как тени попадают на ресницы и они уже больше не черные я также люблю добавлять блеска макияж глаз потому что это делается очень просто надает такой эффект объема как будто глаза становится объемнее душечками пальцев я беру вот эти блестки и наношу их на середину века могу даже распределить по всему веку потому что они очень мягкие и деликатные на внутренний угол нижнего века я наношу шиммерные желтые тени они на палетке выглядят желтыми но при нанесении они будут светиться если есть излишки всегда можно убрать ватн диска это подводка с кисточкой от vivienne sabo похожа на мою тушь также кабаре называется иногда я люблю рисовать одну-две реснички подводкой как будто бы это дополнительные реснички главное не переборщить а сделать всего одну-две штучки тогда они будут выглядеть как будто настоящие теперь осталось нанести то я пользуюсь тональным кремом от maybelline fit me интересный факт ровно год назад мы снимали рекламу для тонального крема fit me и там я принимала участие был очень классный опыт что забавно это то что рекламу со мной снимали именно с этим кремом потому что как вы знаете или не знаете рекламу косметических средств делают не всегда с тем средством которое рекламируется иногда рекламируют тональный крем и используют тональный крем конкурента совсем другой фирмы и так далее и оттенок 118 который подобрали к моей коже и он до сих пор мне очень подходит это карамельно-бежевый благодаря тому что у меня сейчас кожа в плохом состоянии хорошо виден контраст до и после корректором также от maybelline fit me я наношу точечное средство на те участки где мне нужно скрыть какие-то покраснения чуть-чуть здесь чуть-чуть здесь добавим румян розовые розовые румяна до этого я пользовалась румянами с красным потоном они были красно-оранжевые от nix но я их разбила поэтому пришлось заменить их на на эти наносить их я буду пальцем но обычно я наношу их кисточкой что очень удобно один взмах и все готово но так как сейчас у меня мало средств я многие этапы делаю пальцами тональное средство я наношу только иногда румяна каждый день потому что мне нравится этот свежий такой лук юности далее я чуть-чуть затемню свои скулы это такой стик коричневого цвета он не отдает в красный что мне нравится и он из алиэкспресс делаю две линии и тушу руками я держу с собой рядом влажные салфетки и между этапами протираю руки еще их можно совсем чуть-чуть сделать здесь на висках и совсем капельку у подбородка зачем не знаю наверное чтобы судить лицо зачем сужать лицо тоже не знаю наверное это красиво все так делают да крошка шучу шучу смотрю слушаешь ты меня или не слушаешь осталось промокнуть только влажной салфеткой родинку она теперь под слоем крема и румян сейчас у меня очень сухие губы поэтому перед нанесением помады сделаю себе бальзам это бальзам с ароматом огурца и мяты называется birds beast увлажнению бы следовало в самом начале макияжа чтобы сейчас они стали уже мягкими я очень часто пользуюсь красной помадой и сегодня будет не исключение это такая миниатюрка от clorans это именно миниатюрка хотя она выглядит почти как полноразмерно я буду наносить ее как тинт они как помаду не нужен лишь оттенок они полный глянцевый эффект и можно не бояться чуть-чуть выйти за пределы контура губ перемешку с бальзамом для губ получается такой мягкий блеск вот и все мой макияж готов теперь я могу выходить в день начинать день в целом он занимает примерно 20 минут если поторопиться то 10-15 и вот примерно так я крашу 70 процентов времени остальные 30 процентов для экспериментов и чего-то более яркого смотрите какая красивая елочка за окном что интересно она парит то есть сверху у нее есть веревочка а снизу ничего не держит это мой закадровый бардачок и такой получается у меня лук на день леопардовый топ леггинсы черные на ногах мюли и бежевая сумочка конечно же за окном снег и это образ домашний но совсем скоро будет весна я смогу уже использовать этот лук на улицу а сейчас я показываю свой настоящий лук который будет на улице мы скоро пойдем исследовать окрестности поэтому я вот в таком зимнем пальто это тватон твинское пальто кстати я его ношу второй день вчера был первый день и пока что совсем совсем новый свежий и блестящий думаю над словами я художник и в любую поездку я стараюсь брать какой-то минимум материалов которые мне могут понадобиться конечно весь свой арсенал я не могу с собой взять и всегда ограничиваюсь минимумом на этот раз я взяла бумагу акварельную это бумага sanders waterford и она очень такого компактного размера это цветные линеры m от mitsubishi pencil один только дизайн у них просто невероятно красивый я взяла одну кисть время творить слоган красного карандаша эти все материалы кстати из красного карандаша это мой любимый арт-маркет и там я закупаюсь последние 56 лет что я рисую потому что я рисую как раз таки 56 лет это прекрасная кисть леонард с французским креплением это моя третья кисть с французским креплением я нахожу их очень удобными в работе потому что они берут много объема воды и также имеют тонкую кисть которая может прорисовать детали поэтому в эту поездку я не стала брать много кистей а только ее одну она еще новая вся такая красивая в качестве красок я буду пользоваться дэниел смит 24 цвета шикарная просто коробка видно по упаковке что я ее также не открывала давайте сейчас откроем с вами сейчас я столкнусь лицом к лицу с ней открываю картонная коробка дэниел смит 24 extra fine watercolors дэниел смит это краски высочайшего качества у меня есть несколько чубиков но в кюветок у меня дэниел смит еще не было и здесь у нас сама палетка 24 цвета и бонусная пустая палетка которую можно самостоятельно заполнить теми цветами которые тебе нужны сделано в светле это краски американского производителя открываю палетку я ее еще не видела а вы ее уже увидели а нет вот так вот еще нет вот так вот вау она прекрасна на этих секциях можно смешивать цвета я думаю что в эти углубления можно выдавливать цвета которые вам нужны но совсем совсем тоненьким слоем потому что при закрытии они будут соприкасаться с ниже лежачими к ветками здесь есть четыре секции я люблю когда есть разделительная такая штучка для того чтобы краски не смешивались потому что в какой-то области хочется сделать желто-оранжевые цвета в какой-то области более холодные оттенки синие такие темные серые и таким образом они не будут смешиваться и если вы работаете на планере здесь удобное колечко для того чтобы придерживать рукой давайте посмотрим бонусную палетку они абсолютные близняшки только в одном пустые клетки в другом заполнены цвета очень красивые и даже сейчас я могу сказать не пробуя эту палетку так как я рисую очень много лет и в основном акварелью здесь есть все необходимые оттенки и цвета которые вообще могут потребоваться при написании портрета пейзажа практически всех сюжетов еще хотела показать свой носочек современное искусство это такой классный мерч от красного карандаша специально для художников и остальных творческих культурный шок вот такой вот получилось спонтанное видео рисунок который я сделаю этими красками на этой бумаге будет у меня в instagram когда он будет готов всем спасибо большое за просмотр и увидимся в следующем видео пока пока